Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевыш. Без заседания, но со скандалом. Почему комиссия, регулирующая коммунальные тарифы, не смогла обсудить обонплату за газ? Налоговый тормоз. К чему готовятся владельцы машин с иностранной регистрацией? Право силы. В центре Одессы массовая драка. Как два митинга превратились в одно побоище? Омлет с отравой. В Европе изымают из продажи яйца. Как в них оказался фипронил и насколько это опасно? Несудный день. В столице сегодня перенесли сразу несколько заседаний по делам одиозных политиков и чиновников. В частности, служители Фемиды так и не решили, забирать ли 304 тысячи гривен залога у депутата-фронтовика Максима Полякова. Рассмотрение ходатайства антикоррупционной прокуратуры принесли на 8 августа. Защита Полякова утверждала, что прокуроры не предоставили им материалы, поэтому они не могут участвовать в заседании. Обвинение, в свою очередь, заявило, что они не обязаны вручать документы, ведь речь не идет о мере пресечения. Тем временем Поляков обратился в ГПУ, обвинив детективов НАБУ в том, что они мешают его работе. На что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сказал, что эти нападки, цитирую, достойны внимания психиатра. Ну и экс-прокурору ГПУ Дмитрию Сусу не смогли изменить меру пресечения. Заседание в апелляционном суде не состоялось, потому что не дошли материалы из Соломинского райсуда. Судья сказал, документы запросят повторно и вернутся к рассмотрению 10 августа. Суса, напомню, НАБУ задержала 25 июля в аэропорту Борисполь. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и указании недостоверных ведомостей в декларации. Прокурора просит ужесточить меру пресечения содержания в СИЗО или 5 миллионов гривен залога. Пока же СУС на родине в Хмельницком и сейчас он находится под домашним арестом. Зараз, уже перебиваючи под спирной ухвалою, он не порушит никакого обовязка. Мы выходили из залога на збитки, это почти полмиллиона гривен плюс, с урахованием его майнового стану. Лише официально задекларировано доходы, ним особисто, почти на 1 миллион 700 тысяч гривен. При такой сумме внесенной заставы, я думаю, он несколько раз подумает, порушить обовязки, и укладываться, чтобы мужчины вырушивать их. В бедении обонплаты за газ отложили минимум на месяц. Сегодня профильной нацкомиссии не удалось принять методику начисления этого платежа. Заседание закрыли досрочно из-за скандала. Что же произошло, знает Инна Томина. С самого утра под стенами НКРЕ КП многолюдно. Требовать остановить рост тарифов в Украине пришли несколько сотен активистов. Нет никакой прозорной формулы. Тарифы должны быть справедливыми и социально ориентованы. Организаторы акции возмущены. По их подсчетам, за год расценки на горячую воду и отопление повысились вдвое. Электроэнергия подорожала более чем наполовину, а водоснабжение более чем на треть. А тут еще и новости о введении обонплаты за подключение к газовым сетям. Пользуемся мы газом или уехали куда-то с вами, в любом случае мы платим обонплату. Это якобы для того, чтобы содержать коммуникации. Однако, исходя из того, что в многих сельской местности и во многих, будем говорить, частном секторе, мы с вами делаем проект, мы с вами будем говорить, проводим техническое обеспечение, ведем трубы и будем говорить, платим за это все средства. С точки зрения стороны профсоюзов, сегодня ущемляются права не только по потреблению, не только по этому тарифу, а ущемляются права просто граждан. Эти грабежницкие тарифы, тем больше, чертовая новация о введении обонплаты, просто абсолютно непрепустима. И как бы этот газ продавали, соответственно, его цены, этих грабежницких тарифов не было. Чертовых придумок уряду тоже бы не было. Высказать свое недовольство решили лично членам профильной комиссии. Те как раз собрались на очередное заседание. Но поговорить без эмоций сторонам не удалось. Из-за скандала глава комиссии досрочно закрыл заседание, после чего пытался утихомирить гостей. Ни одного слова обонплата в этом документе нет. Ни одного слова. Дальнейшая судьба обонплаты в газовом тарифе, по словам Вовка, будет решаться теперь не раньше осени. Инна Томин, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. СБУ совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов недавнего теракта в центре Одессы. Я напомню, 24 июля на улице Жуковского взорвался автомобиль «Жигули». Мощность заряда составила 600 граммов в тротиловом эквиваленте. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Одного подозреваемого в совершении этого преступления арестовали в зоне АТО, недалеко от линии разграничения. Он переселенец из Донецка, 93-го года рождения. Второй был задержан в Одессе. Он тоже из Донецка. И, как сообщает СБУ, оба уже дают показания. Говорят, что их действия якобы курировались из России. Подробникам теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Ну а в Киеве решали, что же делать с машинами, у которых иностранные номера. В фискальной службе ради этого собрали целый брифинг. Чем пугали владельцев авто с неукраинской регистрацией, узнаем от Богдана Вербицкого. Отчитаться о количестве автомобилей с европейскими номерами, а также рассказать о всех тонкостях использования таких машин – цель брифинга в государственной фискальной службе. Ведь в последнее время так называемых литовцев и поляков на украинских дорогах становится все больше. Главная цель таких нарушителей – экономия. Брендовые авто, которые в Украине стоят десятки тысяч долларов, пригнать из-за границы можно вдвое, а то и втрое дешевле. Но выбирать приходится не только автомобиль, но и способ доставки. Либо временный ввоз на один год, либо транзит с обязательным выездом за границу каждые пять дней. Схемами пользуются даже ВИП-чиновники, утверждают участники авторынка. Кто у нас два рейндж-ровера с Англии ввез на временный ввоз без уплаты копейки налога? Экс-глава Державной фискальной службы Роман Насилов. Ну, это же уже понятно, что просто еще не копнули, что его подчиненные завозили. По неофициальным подсчетам, сегодня на наших дорогах около полутора миллионов машин с иностранной регистрацией. Но согласно данным ГФС, их около 25 тысяч. Державная фискальная служба нам дала ответ, что на территории Украины находятся невывезенными до 600 тысяч автомобилей, которые ввезены в форме темчасового ввезения, и близко 200 тысяч автомобилей, которые ввезены в форме транзит. Вот эти цифры, которые она назвала, 24 тысячи, это просто манипулирование цифрами. Но не факт, что сэкономить на покупки все же получится. Владельцев поляков и литовцев уже штрафуют. Сумма штрафов, накладанных митницами за чинение правопорушений, за статьей 470-й, 15-й рік, 21 миллион, больше 21 миллиона, 16-й рік, больше 60 миллионов, и за 7 месяцев 17-го року, больше 46 миллионов. В основном, большие штрафы в размере 1,5 миллиона гривен, это все-таки транспортные средства, в форме темчасового ввезения. Однако уберечься от штрафа, даже если автомобиль завезли по транзитной схеме, не удастся. Правда, выльется это в гораздо меньшую сумму. Здесь приблизительно 8500 гривен. Сплативши одноразовую сумму 8500 гривен, ответственность, ну, наступно, просто снимается. Юристы уверяют, штрафы будут увеличиваться. Естественно, государство будет требовать все больше и больше документов. И суды, я думаю, будут все жестче и жестче относиться к тем людям, которые будут пытаться доказать, что они используют автомобиль в коммерческих целях. Через месяц владельцы Евроавто снова соберутся возле парламента. Будут требовать от депутатов отмены пошлины. Ведь сейчас официальный ввоз автомобилей со всеми документами может потянуть наполовину, а то и больше от стоимости машины. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Между тем, МВФ рекомендует сократить количество фискалов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. В рекомендациях указано, что ГФС планирует реорганизовать в единое юрлицо, обновить и сократить количество сотрудников этого ведомства, а также автоматизировать процесс администрирования налогов. В фонде также добавили, что новый состав службы должен быть профессиональным, некоррумпированным и лучше оплачиваемым. Тысячу полувагонов для Укрзалезныцы по решению Печерского суда передала главная военная прокуратура. Эти вагоны арестованы имущество фирмы «Юнисон Групп», которая входит в группу компаний беглого главы налоговой службы Александра Клименко. Главный военный прокурор Анатолий Матиос подсчитал, что за месяц эти вагоны приносили фирме Клименко от 10 до 12 миллионов гривен дохода. А теперь, по решению суда, прибыль от их использования пойдет в госбюджет. Суд решил возобновить уголовное производство против народного депутата Антона Геращенко и спикера полиции Киевской области Николая Жуковича по делу Пашинского и Химикуса. Об этом у себя на странице в Фейсбуке сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова. Напомню, речь идет о новогоднем инциденте на дороге, во время которого другой нардеп-фронтовик Сергей Пашинский выстрелил из наградного оружия Вячеславу Химикусу в ногу. 59 мирных жителей погибли и почти 300 были ранены на Донбассе с начала этого года. Такие цифры назвали в ОБСЕ. Обстреливают и сотрудников этой миссии, рассказывают представители. Впрочем, сегодня на передовой было относительно спокойно. Пользуясь затишьем, украинские военные тренируются. Руслан Смещук побывал на учениях артиллеристов. Их называют богами войны. Полевая артиллерия – это щит, который в случае прорыва боевиков должен прикрыть оборону. Орудие приводится к бою 2-1,5 минуты максимум. И, соответственно, мы стоим и готовимся уже на рубеже непосредственно или по команде открывать огонь, или по непосредственной угрозе жизни, здоровья подразделения. Сейчас противотанковая артиллерия и ствольная, и реактивная отведена с передовой. Но бойцы рассказывают, они в постоянной готовности выдвинуться туда, где может быть жарко, и остудить разгорячившегося противника. Такие занятия проводятся каждодневно, как днём, так и ночью, с целью повышения боеводонности подразделения. Потому что мы являемся резервом командира бригады, и от нас зависит очень многое. В этот раз на подготовку орудия к работе ушло полторы минуты. Впрочем, артиллеристы, честно говоря, своим результатом не очень довольны. Можно было и быстрее. Будут тренироваться. Сегодня обошлось без стрельб. Когда же орудие ведёт огонь, его слышно на несколько километров. Наводчик Игорь рассказывает, внимание обращаешь только на первое пару выстрелов. Потом привыкаешь. И уже этой ночью военные будут вновь отрабатывать боевое развертывание. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. На полигоне в Киевской области от разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военный. Ещё пятеро человек получили травмы. Об этом сообщает Генштаб вооружённых сил Украины на своей странице в Фейсбуке. ЧП произошло сегодня утром во время проведения боевых стрельб. Раненым оказали неотложную медпомощь и отвезли их в больницу. Сейчас на полигоне работает комиссия. Они выясняют, что стало причиной этого инцидента. Активисты Владимира Балуха, который вывесил флаг Украины над своим домом в аннексированном Крыму, приговорили к трём годам и семи месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Украинца обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы обнаружили в его доме. Сам Балух свою вину не признал и считает это уголовное дело политическим заказом. Напомню, его задержали 8 декабря прошлого года. На чердаке дома ФСБшники якобы нашли патроны и несколько тротиловых шашек. Незадолго до обыска Владимир установил на своём доме табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Немецкая группа «Скутер» нелегально прибыла в оккупированный Крым. Фотографии фронтмена этой группы, HP Baxter, в окружении российских журналистов появились уже в соцсетях. И прокуратура Автономной Республики Крым уже отреагировала и занялась этим вопросом. Как сообщили в ведомстве изданию «Цензернет», открыто уголовное производство и за посещение полуострова музыкантам грозит до 8 лет тюрьмы. В прокуратуре сообщают, что музыкантов предупреждали о незаконности их визита и теперь хотят их допросить. Для этого направят запросы в Германию. Уличные беспорядки в центре Одессы. Кто с кем и почему выяснял отношения и есть ли задержанные, расскажет Андрей Анастасов. Улица Каманина расположена недалеко от побережья. Коммерческая структура возводит здесь 24-этажный жилой комплекс. Активисты одной из общественных организаций выступают против. Утверждают, работы ведутся без разрешительных документов. Два с половиной года ведется стройка. Когда правоохранительные органы не реагируют на данные вещи, то народ вынужден реагировать на них сам. Выразить свой протест общественники пришли к областной прокуратуре. Узнав об их намерениях, здесь же собрались и сторонники застройщика. Правда, их в десятки раз больше. И они уверяют, на стройку есть все документы. Все наши объекты начинаются только тогда, когда мы имеем дозу на производство работы. Не успели активисты развернуть свои плакаты, как парни крепкого телосложения. Их порвали и пошли в рукопашную. Вмешались полицейские. Чтобы разнять дерущихся, пришлось даже применить слезоточивый газ. Наиболее агрессивных участников драки задержали. В центре Одессы сейчас полно туристов. И все это драка и задержание происходило на их глазах. Когда начали уже толкать полицейских, и могли соприкоснуться две стороны, и возникнуть более массовый конфликт, и после этого только полиция начала действовать и применять меры физического воздействия. Всего задержали 6 человек. Пострадавших в результате столкновений нет. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям. Хулиганство и насилие в отношении работников полиции. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Банду квартирных аферистов разоблачили во Львове. Как сообщили в полиции, четверо злоумышленников похитили 58-летнего одинокого львовянина, чтобы отобрать у него жилье. Мужчину целый месяц держали под замком до тех пор, пока он не подписал документы на передачу своей трехкомнатной квартиры в центре Львова. Ее рыночная стоимость около 80 тысяч долларов. Похитители пытались быстро перепродать ее за 55 тысяч, но не успели. Следователи подозревают, что личные данные потенциальных жертв мошенникам передавал кто-то из полицейских. Мали информацию про квартиры, где проживают неблагонадейные люди, схильные до вживания алкоголя, схильные до вживания наркотиков. Можливо, работники милиции, можливо, надавали информацию цей группе про таких людей, которые уже по этой схеме подселение квартирантов, схильные до вживания алкоголя, наркотиков. На какой стадии работники милиции были нужны? Або информация, або где-то отслеживание. Экс-бойцы батальона Донбасс, которых подозревают в ограблении и избиении председателя областного хозсуда Бориса Желика, в суде заявили, что полицейские выбили из них признание. Напомню, в начале июля четверо неизвестных в масках ворвались в дом судей. Пытали его и его супругу, угрожая автоматом, отобрали 300 тысяч гривен. Через две недели налетчиков задержали. Трое из подозреваемых, бывшие добробатовцы, еще один житель Черновцов. Задержанные дали показания и признались, что о сбережениях судьи узнали из его электронной декларации. Суд первой инстанции избрало меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, после чего последовала апелляция, которую судья отклонил. Он застрелил без ухвала следственного судья. Предсказания складывалось не было. Он был там убит. С Киева он был доставлен до города Черневце. Приехал уже синий. Показы выбиты. Ну, таким чином. На четвертые сутки уже не могут в Днепре избрать меру пресечения участнику перестрелки, в которой погибли двое бойцов АТО. Она произошла на прошлой неделе. Подозреваемый гражданин Израиля Давид Побелер. Он был ранен в этой перестрелке. В прошлом году получил три года условно за незаконное владение оружием. В суде его интересы представляют четыре адвоката. И каждый день они выдвигают новые ходатайства. Вначале говорили, что Побелер находится при смерти. Затем потребовали переводчика с Иврита. Потом объявили, что не доверяют ему. Сегодня же в очередной раз заявили о недоверии к судье. Следующее заседание назначено на понедельник, но тем временем следователи полиции заявили об угрозах от адвокатов Побелера. Адвокаты в зале здесь находясь в перерыве объявленном в суде сказали мне о том, что у меня будут большие проблемы в связи с участием в этом процессе. И не только мне. Это было на позапрошлом заседании. И не только мне, моим коллегам точно так же. И в том числе они влияли на переводчика, который у нас заявил сам отвод. Один из адвокатов заявил переводчику и понятым, которые присутствовали при проведении следственных действий, что мы теперь знаем, где вы живете, и мы знаем ваши данные. Нами никаких угроз не высказывалось. Мы только объявили следователям, что в связи с их незаконными действиями мы будем обращаться не только в прокуратуру для привлечения их к уголовной ответственности, потому что они грубо нарушают уголовно-процессуальный кодекс, но и будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Кадровая табу Сенату, хотя на каникулы запретил Дональду Трампу делать назначение. Это связывает президенту руки, поскольку у него все еще сотни незакрытых вакансий. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. В Белом доме уже потирали руки. Дескать, сенат на каникулах до сентября. И за это время столько всего можно успеть. И Буш-младший, и Барак Обама как раз в период летних отпусков традиционно делали основные назначения, чтобы ни с кем не согласовывать. Но сейчас эта тактика не пройдет. Все до одного сенаторы проголосовали за запрет. Никаких кадровых решений, пока они не вернутся. При этом здесь еще и на хитрость пошли. В августе проведут 9 сессий всего лишь по несколько минут. По сути, открывая и сразу закрывая заседание. Но с точки зрения закона, это выглядит так, что сенат работает. А значит, нечего своевольничать. А с кадрами у новой администрации беда. Одобрение Конгресса Трампу требуется более чем по тысяче позиций. Большинство ключевых чиновников в стране до сих пор с приставкой ИО. Что в Газдепе, что в Пентагоне, что в других ключевых министерствах лишь исполняют обязанности. Ведь их назначение должен согласовать сенат, а там подчеркнуто не спешат. Ну а другую кадровую вакансию здесь заполнили моментально один из самых обсуждаемых людей сейчас в Америке. Роберт Мюллер, спецпрокурор по так называемому делу о российском вмешательстве. Чиновник настолько рьяно взялся за работу, что конгрессмены даже закон готовят, запрещающий Дональду Трампу его увольнять. Мюллер сейчас и так называемое большое жюри созывает, позволяющее требовать документы и вызывать свидетелей. И действовать стал решительнее и активнее. Но в Белом доме заявили об увольнении спецпрокурора и не думают. Дескать, сами заинтересованы, чтобы он побыстрее закончил работу. Опасаться им нечего. Так ли это? Станет известно уже в течение нескольких ближайших месяцев. В этот срок от Мюллера ожидают первых выводов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. 40 лет тюрьмы грозит британцу, который помог остановить компьютерный вирус WannaCry. Сегодня утром ФБР задержала Маркуса Хатчинца в аэропорту Лос-Анджелеса. В чем его обвиняют, узнаем от Алексея Пшемыского. Герой из британского Дэвона, поборовший вирус WannaCry, может оказаться злодеем. В мае, когда программа, вымогавшая деньги, заблокировала сотни тысяч компьютеров по всему миру, айтишник Маркус Хатчинс нашел лазейку и отключил вирус. Это, возможно, помогло спасти чьи-то жизни. Ведь здесь, в Великобритании, WannaCry заблокировал работу национальной медицинской системы. Врачам тогда пришлось отменять операции, а скорые не выезжали к пациентам. По словам Маркуса, находку он сделал случайно, сидя дома за компьютером. Я просто увидел, как отключить вирус. Никогда бы не подумал, что потом окажусь на экранах телевизоров и в интернете. Я просто делал свою работу. Мы предоставили IP-адреса злоумышленников в национальный центр по борьбе с киберпреступностью, а также передали их ФБР, чтобы они могли предотвратить новые атаки. Но вот разобравшись с вирусом, американские правоохранители заинтересовались самим Хатчинсом. Как заявили в ФБР, два года назад он якобы участвовал в создании другой вредоносной программы Кронос, вируса, перехватывающего пароли от интернет-банкинга клиентов. Британцы задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, где он был на IT-конференции. Пока что он под арестом. Дело начнут рассматривать не ранее, чем через три месяца. За хакерство по строгим американским законам может грозить до 40 лет тюрьмы. Власти Великобритании заявили, будут пристально следить за ходом дела, добавив, однако, что заслуги компьютерщика не повод освобождать его от ответственности. Задержание Хатчинса вызвало гнем в интернет-сообществах айтишников, а некоторые хакеры уже пригрозили атаками, если его не отпустят. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Осторожно, омлет! В Европе в срочном порядке изымают из продажи яйца с содержанием фипронила. Что это за вещество и насколько оно опасно, разбиралась Татьяна Лагунова. Нидерланды, Бельгия, а теперь и Германия. В Европе масштабный продовольственный скандал. Из магазинов изымают миллионы куриных яиц, содержащих фипронил. Это вещество, которое используют для борьбы с насекомыми. Как оно попало в продукцию, уже выяснили. В ЕС запрещено обрабатывать фипронилом животных и птицу, которые используются для производства продуктов питания. По нашей информации, загрязнение яиц произошло из-за того, что одна из европейских компаний смешала растительное дезинфицирующее средство с запрещенным фипронилом. Это средство закупили куриные фермы в разных европейских странах, в том числе и в Германии. И сейчас эксперты срочно выясняют, где именно птицу могли обрабатывать вредным препаратом и куда потом поставляли ядовитые яйца. Наша главная задача на данный момент отследить товарные потоки и проинформировать потребителей. Высокой угрозой для здоровья человека загрязненные фипронилом яйца не представляют, но их потребление может вызвать головную боль, сыпь и тошноту. Татьяна Лугунова Павел Лысенко подробности немецкое бюро телеканала Интер. После 4-х летнего перерыва вновь открылся песенный фестиваль Черноморские игры. В нем принимают участие 50 юных вокалистов. Это самый масштабный детский конкурс в Украине. Его проводят уже 15-й раз. С берега Черного моря подробнее Кирилл Ющишин. Черноморские игры возвращаются в Скадовск. Четыре года назад фестиваль временно поставили на паузу из-за нехватки денег. Потом напряженная ситуация в Крыму заставила организаторов повременить с возвращением. И вот после долгого перерыва фестиваль вновь гремит. За звание лучшего вокалиста состязается 50 детей со всей страны. В жюри звезды шоу-бизнеса, продюсеры, музыкальные критики. За эти годы, наверное, качество обучения детей, музыкальные школы, студии, на мой взгляд, стало намного качественнее. И появились, как по мне, подготовленные артисты. Это будущие артисты. Это радует. Я думаю, что многие артисты сегодня будут так с опаской поглядывать на своих будущих конкурентов. За кулисами начинающие певцы волнуются, репетируют и просто веселятся. Многие выступают с авторскими произведениями. А маме и дочке, как мама нарисовала зорь, солнце, сердце. Но тут получилось наоборот. Я рисую маме. Раз, два, три. Кожен раз, коли ты чуешь звук, затанцуй, свимавши телом пульс, ось вон на души мелодия. Наша авторская песня, наш саунд. И она про то, что надо открываться, про то, что мы уже выросли. Среди участников трое крымско-татарских вокалисток. Они в этом году выиграли конкурс в Крыму, теперь сражаются за победу на большой земле. Сегодня мы привезли три участника. Это победители и финалисты конкурса Татлы Сес, Джанлы Сес. Мы привезли их из Крыма и очень надеемся, что они сегодня покажут хороший результат. Вырос уровень самого фестиваля, потому что, ну, я помню, как это все начиналось и вообще уровень того, тех фестивалей, а здесь просто круто, звук, экраны, ну и сами дети, конечно, подготовка детей, это просто неимоверно. Сегодня первый день Черноморских игр. Три вечера подряд гостей фестиваля ждут приятные сюрпризы, концерты самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, а в воскресенье на галоконцерте жюри объявит победителя Черноморских игр этого года. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер. Сколько стоит теперь самый дорогой футболист в мире, где обнаружили вторые Помпеи, и почему в Австралии спорят из-за пышных моделей? Об этом и не только в нашем обзоре. Самым дорогим футболистом мира официально стал бразилец Неймар. Футбольный клуб Парис Сан-Джермен подтвердил переход игрока из испанской Барселоны. За него французы выложили 222 миллиона евро. Предыдущий трансферный рекорд бразилец улучшил более чем вдвое. Парис Сан-Джермен принадлежит катарским бизнесменам. Они купили 70% акций футбольной команды в 2001 году. Во Франции ученые раскопали старинный город. Около Леона, на берегу Рикерона, археологи нашли руины римских зданий, которые пострадали в двух разрушительных пожарах в начале 2-го и в середине 3-го века нашей эры. Между собой ученые называют находку Малые Помпеи. Поселение занимало как минимум 7 тысяч квадратных метров и было важным пунктом на пути в Северную Галлию. Удалось найти руины частных вилл и общественных зданий 1-го 3-го века нашей эры. До находки раскопки планировали закрыть в сентябре, но теперь их продлили до декабря. Пропагандируют ли модели с пышными формами ожирения? Об этом спорят в Австралии. Дискуссия в СМИ разгорелась после показа мод, который организовала компания Sports Illustrated. Некоторые вещи демонстрировали плюс-сайз модели. Несколько изданий раскритиковали показ, назвав его безответственным. Дескать, он продвигает опасный для здоровья месседж. Их позицию поддержали медики, сравнили девушек с их коллегами с сигаретой в зубах. Организаторы показа оправдываются. Модели должны быть реальными и демонстрировать, что человек с любой фигурой может подобрать себе красивый наряд. Креатив от американского пилота-испытателя. По заданию он тестировал пассажирский «Боинг-787». Самолет должен был кружить над штатами 18 часов для проверки двигателя. Но вместо хаотического полета командир решил нарисовать в небе очертания своего же лайнера. За перемещением «Боинга» можно было следить на сайте «Флайт Радар». Нос лайнера оказался в штате Вайоминг, а хвост на территории Алабамы. Супермен из Техаса. В городе Форт Уорк полицмен проверял документы у водителя, когда в них обоих на скорость врезалась другая машина с пьяным ночным гонщиком за рулем. Страж порядка среагировал мгновенно. Он перекатился на капоте сбившей его машины и поднялся, отдохнув всего пару секунд, встал и отошел в сторону, чтобы не мешать движению на дороге. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова